Да, Анатолий Федорович, я тут читал, что говорит по поводу массового тестирования некто Кику, вот этот малограмотный Плохотняковский премьер-министр, и он говорит, что категорически не нужно никаких массовых тестирований, не приводя никаких аргументов. Представляете, экс-министр экономики обосновывает невозможность и бесполезность массового тестирования на коронавирус граждан Молдовы тем, что на сегодняшний день наша медицинская система проводит, провела максимальное количество тестов, сутки 600 тестов. Это, представляете себе, сколько месяцев и сколько людей должны быть задействованы, чтобы провести эти тесты. А этот министр, экс-министр, он не подумал, что, может быть, мы не провели достаточное количество тестов, или, скажем, 600 тестов в день, это потому что мало тестов, потому что не провели курсы по экспресс-обучению врачей и среднего оперативного персонала. Это все делается, ребята, это все делается за несколько дней при наличии мозга. И нельзя такими аргументами, что, ну, невозможно, потому что невозможно обучить столько людей, не все же тупые, как некоторые министры. И второе, ну, 600 тестов, это не показатель, что они делают в сутки 600 тестов. Это не показатель. В любой момент можно увеличить производительность любого процесса в 2 раза, в 10 раз, в 100 раз при наличии правильного инженерного и организационного подхода к этому вопросу. Все. И министры, даже экс-министры, не должны вводить людей в заблуждение. Поэтому вам вопрос относительно массового тестирования. Что для этого нужно? И ответьте, пожалуйста, этому экс-министру экономики. Что нужно для массового тестирования? Ну, для массового тестирования, конечно, сначала... Потому что ваш оппонент, извините, Анатольфович, ваш оппонент, вот это текст министра, нынешний министр экономики, министр, премьер-министр. Значит, это... А, и дурочка эта из министерства... Для массового тестирования, конечно, нужно несколько миллионов тестов. Потому что тестировать надо постоянно, перманентно. Я объяснял, 10 минут назад ты его протестировал, тесто казалось негодным, потому что тесто бывает ложно-положительными и ложно-отрицательными. Отсюда уже, уже отсюда выходит, что надо повторять. Это во-первых. Во-вторых, те, которые, то, что называется на первой линии, они в постоянном контакте. Сейчас чистый, на второй день обязательно подхватят, что-то симптомы появятся на пятый, шестой. Что нужно для этого? Для этого нужно несколько миллионов тестов. Их можно купить, их можно и производить. Так, как ты доказал своим примером, как можно сделать эти маски, так и здесь. Я советовался с людьми, с людьми, умеющими, знающими и понимающими. Дело в том, что в данном случае для того, чтобы что-то сказать, набраться наглости, что-то заявлять в этом смысле, надо как минимум перебирать несколько десятков лекций, соображений лучших ученых мира по данным вопросам. К сожалению, их мнения по этому вопросу разделились. Есть такие ученые, которые говорят, как я считаю, что надо массово, перманентно, поголовно и так далее. Потому что только так, я согласен, только так можно знать реальную ситуацию. И реально можно управлять. А есть люди, которые говорят, что не нужно, потому что все переболеют и так далее. Мы не будем сейчас сдаваться в научные споры. Я не скажу, прав Кику, не прав Кику. Я скажу, что до этого я переговорил, изучал очень много мнений, как я уже сказал. Но, понимаешь, я пришел к выводу, что не моего ума дело судить о таком выдающемся ученом, как Свиридовый. Он вообще считает, что не надо тестировать. Есть другие, Зубков. Я очень считаю, очень дорожу мнением нашего Магдея Михаила Васильевича, который тоже говорит, что не надо массово. Поэтому, поскольку я не специалист, а они сами не разобрались еще, я подчинюсь и последую мнению Магдея. Почему? Потому что оно тоже включает значительную часть реализации моей идеи, моего мнения. Давай начнем сначала с врачей, которых не то что массово, вообще, я не знаю, если половина из них. Регулярно, в каждый день нужно всех тестировать. Да, конечно, давай с полицейских, давай с таможенников, давай с погранполиции, давай с продавцов, я не знаю, все те, которые постоянно. И вот, когда мы дойдем до полного охвата их, вот тогда жизнь покажет, надо все остальное. А я думаю, что жизнь нас заставить протестировать. Причем пришло время уже применять тесты на выявление антител переболевших, потому что, не зная это, ты можешь держать еще три месяца людей в карантине и вообще.